Золото русского рока Каждому ведь наверняка предшествует много репетиций И много репетиций, многомесячный такой отрезок времени, когда все это готовится, приводится к единому знаменателю Ну, а как иначе? Надо постоянно что-то придумывать, что-то воплощать в жизнь И пока такие мысли какие-то интересные в голове созревают, надо пытаться их все донести до зрителя А какой проект, на твой взгляд, получился наиболее интересным и почему? Ну, вот несколько проектов, которые мы сделали за, скажем так, крайних пару лет С Максимом Гольдбергом, он являлся режиссером и, скажем так, с автором практически всех проектов Для меня несколько дорогих моему сердцу проектов Это Высоцкий 21 век, который я вынашивал много лет Ну и Золото русского рока с оркестром Сибирь Мне кажется, получилось интересно, достойно, креативно и атмосферно А Золото русского рока, что это было? Вот я, к сожалению, не была на концерте Ну, это главный дирижер оркестра Сибири, Николай Комиссаров Сделал оркестровки легендарных произведений, которые в сердце у каждого представителя Ну, моего поколения точно, но судя по публике разных возрастов То не только у людей нашего поколения И песни были абсолютно знаковые И авторы до сих пор, слава Богу, живы-здоровы Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков Чаев, Наутилус Помпилиус Блестящие произведения И мы какое-то свое прочтение этого великолепного материала донесли Постарались донести до зрителей Было три вечера, три аншлага Очень тепло, все это дело происходило Мне кажется, получилось неплохо Повторить планируете? Конечно, а как же Я знаю, что ты буквально на днях, наверное, вернулся из Томска И там занимался немножко другой работой Был в жюри, что это было? Насколько часто тебя теперь приглашают как членом жюри? Ну, я всегда откликаюсь на такого рода предложения Потому что, когда новое поколение что-то такое делает креативное И тебе надо за этим понаблюдать и дать этому какую-то оценку Ну, что может быть прекрасней? Это был вокальный какой-то конкурс? Нет, нет, это была студенческая весна в Томской области 2019, серьезный проект Практически целую неделю прошедшую я провел в Томске Был председателем жюри вот этого события И, ну, осталось очень теплое такое ощущение От атмосферы, от качества организации И от тех программ, которые мы все увидели В компании там многих хороших людей В жюри много было интересных таких профессионалов своего дела Хорошая была неделя На вокальные конкурсы приглашают? Есть такое дело, да И здесь, на родине, и буквально в апреле два будет вокальных конкурса Которые состоятся здесь, в Алтайском крае По мере силы возможностей стараюсь откликаться Чтобы понимать, кто, какой дорогой идет Новые имена какие-то узнавать Ну и опять же, в Барнауле есть такой знаковый проект Под названием «Поверь себя» Уже четыре сезона было, насколько я знаю, будет еще один сезон Все, кто к этому проекту имеет отношение С удовольствием всегда следят за развитием и творческим, и организационным вот этого самого проекта Так что много разных интересных начинаний И когда они есть здесь, в Барнауле, на Алтае или в окрестных регионах Я часто бываю в таких проектах Сейчас у тебя небольшая передышка, или ты и твои коллеги уже готовитесь к какому-то новому музыкальному проекту? Я думаю, что все-таки, наверное, уже репетиции идут Да, конечно Начало апреля – это время, когда в концертном зале «Сибирь» команда наша представит сразу два проекта 4 апреля в 19.00 будет программа, которая уже была показана однажды в Барнауле Было это около года тому назад И был очень теплый отклик, мы решили повторить этот проект Он называется «Шансон. История в песнях» Гость из Москвы будет Тоже известный человек Да, мой друг Юрий Кузнецов-Таежный Актер, певец, музыкант Всем запомнился как исполнитель роли Михаила Круга в сериале «Легенда о Круге» Вот он в этом проекте участвует А также Виталий Гасаев, Владимир Кислов, Петр Винц Многие замечательные ребята из Барнаула Ну, наши известные ребята 11 апреля будет «Сольник» группы «Лев Шапира и друзья» Новая программа «Две жизни» А «Сольники» чуть позже, потому что хотела еще спросить Какая-то интересная работа, мы говорили о Томске за пределами Барнаула Еще есть кем из известных исполнителей продолжаешь работать? Пять или шесть дней назад вышел новый клип хора турецкого Кому интересно, можно посмотреть Там участвует такая есть, ныне популярная из молодых актрисок Анастасия Самбурская, да? Надеюсь, правильно делаю Самбурская, по-моему Самбурская, ну пусть, да Называется «Ты такая нежная» Посмотрите, новый клип интересный Получилось неплохо Песню я написал «Ты такая нежная» для хора турецкого Ну и давай тогда уже к 11 апреля Сольный концерт Вообще, насколько часто ты радуешь барнаульцев именно сольниками? Ну, минимум один, максимум два раза в год В этом году первый? В этом году, да, в этом году первый, конечно Будет еще один, да, наверняка? Ну, есть планы осенью сделать большую программу Но это будет чуть позже, в ноябре, сейчас весна Время обновления И 11 апреля мы представим программу «Две жизни» Вот ты говорил, что этот концерт и концерт, который 4 апреля, будут проходить снова в концертном зале «Сибирь» И мне кажется, там постоянно проходят концерты, где участвуют наши музыканты барнаульские Почему именно «Сибирь»? Достойный зал По звуку? Отличное оборудование Профессионалы своего дела работают на всех позициях Нам там комфортно И зрителю, я думаю, тоже там комфортно Поскольку атмосфера там как раз подходящая для наших концертов точно Поэтому нам приятно там находиться и там работать Что будет с программой концерта? 11 апреля? Да, да Ну, раз мы уже заговорили о сольнике, то о программе Ну, есть песни, без которых никуда Мы всегда какие-то вещи оставляем Из прошлой жизни, если я приеду и не спою там самый лучший день, условно говоря Ну, это было бы странно Поэтому наряду с новыми произведениями, свеженаписанными, которые ни разу еще не исполнялись Мы обязательно споем все вот эти вещи, которые такие знакомые на слуху И «Алтайский ветер» и «Самый лучший день» там И я думаю, будет подходящая атмосфера Будут ребята из проекта «Поверь в себя» несколько человек Будут помогать молодые, да, исполнители? Ну, надо, конечно, надо звать Иначе без молодых неправильно Ты сказал, новые песни тоже будут Что новенькое? Сколько песен? Или это секрет? Да, ну, какие секреты? Ну, я это не считал на калькуляторе Но будет достаточно нового материала Поскольку он пишется, слава богу И хочется его до публики доносить Мы постараемся это сделать 11 апреля в концертном зале «Сибирь» в 19.00 Я думаю, что мы всех приглашаем Всех приглашаем, Татьяна Я надеюсь, что у меня тоже получится Спасибо, Лев Спасибо А я напомню, что сегодня мы говорили с автором и исполнителем Львом Шапира Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!